Шаян, это проектное, это деды. Детский татарский телеканал Шаян ТВ представил Рустаму Мениханову по сути квинтэссенцию главной темы совещания. Как с помощью цифровых технологий сохранить традиции своего народа. Телеканал создал серию видеороликов о левба, о каждой букве татарского алфавита. Идею высоко оценили на федеральном уровне. Создаем цифровой образовательный контент, создаем его вместе с вами. И сегодня на выставке мы видели очень интересные примеры цифрового образовательного контента. Это, например, словарь татарского языка или мультфильма на татарском языке. Это тоже важный ресурс в системе образования. В этом году в Татарстане азбуку в руки возьмут более 55 тысяч первоклашек. Сегодня в рамках акции «Помоги собраться в школу» Рустам Мениханов вручил 20 ребятам ранцы и пожелал успехов в новом учебном году. Хотел пожелать нашим детишкам хорошей учебы, чтобы вы сегодня будете оснащены. Не все родители способны достойно подготовить ребенка. И вот эта акция, она очень нужна и очень важна. Я хотел поблагодарить всех наших коллег, которые спонсируют, помогают. В новом учебном году в Татарстане к занятиям приступят около полумиллиона детей. Учреждения образования республики одни из самых оснащенных в стране. За три года на эту сферу по национальным проектам направлено более 40 миллиардов рублей. В этом году откроются 11 новых школ, в том числе два полилингвальных комплекса «Адымнар» в Нижнекамске и Альметьевске. Это новый формат работы, особая философия. Современные полилингвальные школы. Митим Шайпич с нами нет, это вот его идея, это его команда. И на самом деле у нас огромные ожидания, и я считаю, что они оправданы. В счастье, вот Адымнар, Адымнар вместе с Салят, это движение, оно даст очень много позитивного. Поэтому давайте нашим уважаемым первому президенту поблагодарим аплодисментами за те решения, которые он находит. Как отметил Рустам Мениханов, сейчас в республике созданы все условия для изучения родных языков и культуры. И поручил продолжить работу по созданию учебников по родным языкам и литературе. Это не только татарский, это и отморский, ищеварский, и марийский. В этой работе я хотел бы поблагодарить Марат Готович Ахмеда, Марат Готович Сазгабик Зур-Ахмед. Быть патриотом своей страны, значит любить родину, свой родной язык. Ценить культуру, уважать свое историческое прошлое. С нового учебного года воспитание молодежи в духе патриотизма станет одной из главных задач системы образования. В стране во главе с Владимиром Путиным начнет свой путь всероссийское движение детей и молодежи. Учебная неделя будет начинаться с поднятия флага страны и исполнения гимна. Появится и урок «Разговор о важном». Ведь ребенок, воспитанный в уважении к отечеству, в том числе к государственному флагу, гимну, истории нашей страны, это человек уверенный в своих поступках, готовый участвовать в судьбе страны. Пока же, как отметили, к воспитанию есть ряд вопросов. Рустам Мениханов заострил внимание на сиротах. Многие из них остаются без квартир, у других долги за ЖКХ. Вот сегодня 51 миллион долга за коммунальные услуги. Вот ты получил, но хоть коммунальные услуги надо платить. Ну что это такое? Я обращаюсь к главам. Вот у нас в четырех муниципалитетах основные долги – это Казань, Щелны, Нижнекам, Зеленодольск. Наверное, мы не дорабатываем. Надо их трудоустроить, надо их в дальнейшем сопровождать. Не только жилье дали, и он думает, что должен так же бесплатно жить за счет государства. Серьезные вопросы есть у МВД. Как отметил Артем Хохорин, в этом году несовершеннолетние совершили более 400 преступлений. Причем, повторюсь, сотни тяжкие и особо тяжкие. На учете состоят более 2,5 тысяч детей. Причем, по данным министра, ряд образовательных учреждений скрывают деяния своих воспитанников. Наши сотрудники совместно с представителями образования посетили в июле-август 26 учебных организаций для изучения положения дел. И в результате в учетной документации обнаружено большое количество сведений о противоправных действиях учеников или в отношении их. Никто не думал их выносить за проделы своих стен. Сейчас пошла новая тенденция после этих выездов в ряде школы идет зачистка документации. Кого они пытаются обмануть? Только себя и своих подопечных, которых лишают настоящей поддержки и защиты. В самом Миноборе выявили лжемедалистов. Оказалось, ряд школьников, которым учителя оставили пятерки, не смогли пройти испытания ЕГЭ. 13 человек из числа потенциальных медалистов Алькиевского, Арского, Нурладского районов, а также Казани и Наберных Челнов не набрали 70 баллов ни по одной дисциплине. Коллегия это говорит об отсутствии равенства между независимой и внутренней оценкой качества подготовки. Такого быть не должно. В целом же результаты ЕГЭ в Татарстане выше, чем в среднем по стране. В этом году 14 выпускников школы набрали по двум предметам на ЕГЭ по 100 баллов. Сегодня с ними встретился Рустам Миниханов. Очень важно, чтобы вы получили образование в лучших образовательных центрах нашей страны, а может быть и за границей. И самое главное, чтобы мы смогли, чтобы вы вернулись в нашу республику. Создать условия, предоставить интересные проекты. Я считаю, что это самое главное. Как подытожили развитие системы образования, один из главных приоритетов государства. Квалифицированные кадры это злок развития экономики и социальной сферы. Дмитрий Ирин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Зеленодольск.